Добрый день, коллеги. Меня зовут Евгений Петриченко. Я руковожу делом мобильных решений компании 1S Bittrex. Сегодня я буду рассказывать про новую платформу. Называется она Gen сокращенно. Расскажу, как она называется полностью попозже. И как использовать эту платформу в качестве фреймворка для разработки приложений под Bittrex 24. Итак, начнем с истории. У нас уже есть платформа, которая появилась довольно-таки давно. В 2012 году, когда появился Bittrex 24. Называется она Bittrex Mobile. На этой платформе мы собрали почти 500 с лишним приложений. Категории таких приложений вы видите на экране. Это доставка еды. Приложения для ЖКХ, приложения всяких ремонтов, услуг. И даже приложения для городов. И всякие другие приложения такого рода. Более-менее простые. И, как я сказал, эта платформа была создана в 2012 году. Мы запустили сервис Bittrex 24 в апреле. И где-то в середине осени мы уже выпустили приложение Bittrex 24. И Bittrex 24 фактически стал толчком для развития вот такой вот платформы. Мы выпустили отдельный продукт. 1SBittrex мобильное приложение. Особенности этой платформы следующие. То есть основан он на Cardova. Это фреймворк, который позволяет разрабатывать мобильные приложения. Кросс-платформенные, гибридные. И использовать только браутер в качестве интерфейса. То есть бизнес-логика пишется на джаваскрипте. Верстается интерфейс с помощью HTML и CSS. Стоимость разработки низкая, так как это кросс-платформенные приложения. В случае с Bittrex мобайл это еще и интеграция с нативными интерфейсами. Если классическое приложение на Cardova просто показывает многостраничный интерфейс, просто браузер. В нашем случае это многостраничные приложения с интеграцией с нативной навигацией, с слайдерами, какими-то другими меню и так далее. Все это повышает, скажем так, польский опыт. Наша платформа позволяет создавать приложения оффлайн-приложения и конфигурировать эти приложения с помощью специального конструктора. В рамках модуля Mobile App, в редакциях Bittrex 24 коробка и редакция UBUS, по-своему всех, есть специальный конфигуратор. Вы можете сделать свой макет, использовать приложение для разработчиков, чтобы подключиться к этому макету и посмотреть, что получается. В дальнейшем вы разрабатываете свое приложение, подключаетесь к этим приложениям для разработчиков и видите результат. Все очень просто. То есть это описание платформы Bittrex Mobile. Но у нашей платформы, конечно же, есть и плюсы, и минусы. Самый главный плюс платформы – это в том, что вы можете написать ваше приложение на JS, в качестве бэкэнда использовать PHP, Bittrex, и все изменения, которые вы производите на сервере, абсолютно все интерфейсные, какие-то серверные изменения, они сразу же видны пользователю, который уже давно установил ваше приложение. Соответственно, пользователю не надо ставить приложение из App Store, санновый или Google Play, и вам, соответственно, не нужно его обновлять. То есть все происходит в реальном времени. Кросс-платформа. Соответственно, вы один раз написали, это работает одновременно на Android и одновременно работает на iOS. Но есть еще и ограничения. Данная платформа, то есть у нас модель распространения платформы такая, что мы не предоставляем исходные коды платформы. Она написана на Objective-C и Java, Kotlin плюс Swift. Исходники мы не предоставляем, поэтому с силами партнера такую платформу доработать невозможно. Поэтому всякие фичи, типа InApp Purchase, Universal Links, Apple Pay, Google Pay, невозможно встроить в приложение, которое построено на нашей платформе. Поэтому все запросы от партнеров мы отклоняли. Чтобы это все внедрить, приложение надо собирать непосредственно с конкретными идентификаторами, сертификатами, и это должен делать партнер. Поэтому мы, когда собираем приложение, у нас всего этого нет. Партнер фактически не знает результата. То есть будет работать у него Apple Pay, не будет. Будет у него работать и на Apple 6, не будет. Это невозможно. То есть проверьте. Низкая скорость работы по сравнению с нативными приложениями. Это гибрид. То есть в любом случае браузер будет рендерить и работать медленнее, чем нативные приложения. Ну и плюс, главная проблема гибридного приложения это в принципе браузер. Он разный, особенно на Android. На Android у вас может быть браузер 33 версии Chrome и 74 последний. Как ваше приложение будет работать, предсказать практически невозможно. То есть будет какой-то JavaScript ошибка, вы об этом не узнаете у клиента. Вы не сможете ему помочь. Мы все, то есть в Bittrex 24, столкнулись с теми же самыми проблемами, кроме первых двух, скажем так. Потому что мы можем устроить всякие дополнительные функции и так далее. И мы подумали, что как использовать преимущества нашей платформы, то есть использовать тот же JavaScript, но дать, скажем так, скорость нашей платформе, дать пользователю лучший опыт и избавиться от браузера. Такие фреймворки уже на рынке есть. Все, наверное, знают. Какой-нибудь Native Script, React Native. Кто-нибудь, если кто-то разрабатывал под эти фреймворки, наверное, знают. Но эти платформы требуют установки определенного окружения, чтобы разрабатывать мобильные приложения. Например, Node.js. Надо поставить какое-то определенное окружение. И когда команда большая, это довольно сложно. И мы разработали новую платформу. Называется она Bittrex JavaScript Native. Сокращенно G-Native, а еще более сокращенно J-N. Что такое G-Native? Это платформа, которая позволяет вам создавать приложения с полностью или частично нативным интерфейсом и управлять всем этим делом через JavaScript. Данная платформа полностью совместима с Bittrex Mobile. То есть можно комбинировать все, что есть в Bittrex Mobile. В этой платформе тоже можно использовать. Платформа совместима с плагинами Cordova. Мы скрестили G-Native с плагинами Cordova. То есть все, что сообщество пишет, можно использовать в своих приложениях. И данная платформа не использует браузер вообще. То есть используется отдельная JavaScript машина, в которой выполняется JavaScript-код для управления вашим приложением. Итак, что внутри этой платформы? Я сейчас расскажу. Платформа технически делится на две части. Это клиентская часть, которая написана отдельно под iOS и под Android. И серверная часть. Я сейчас буду рассказывать про клиентскую часть. Итак, G-N на клиенте состоит следующий компонент. Ну, скажем так, особенности, не компоненты. Первое. ECMAScript 6. Внутри платформы используются специальные JavaScript-овые машины виртуальные, которые можно исполнять в JavaScript современной стандарте ECMAScript 6+. Подобный React Native. Основная сущность GEN – это компонент. Это комплексная сущность. Это та самая виртуальная машина, серверный скрипт разработчика и виджет. Это визуальная часть, та, которую видит пользователь. Модули. Модули – это компоновка специальных функций, специфических, которые понадобятся разработчику для решения определенных задач. Например, модуль Viewer, который будет, например, показывать документы, фотографии, видеофайлы проигрывать. Или модуль Media Converter, который будет конвертировать фотографии или видео. Виджет. Как я сказал, виджет – это то, что видит пользователь. Например, это форма, список, ну или что-то в этом роде. И разработчик этим может управлять. Это примерная схема работы, как это работает внутри. Здесь мало что понятно, но если вдуматься, здесь на самом деле все очень просто. Как я сказал, компонент делится на две части. Это часть логическая и часть UI-ная часть. Сверху логическая часть – это те самые модули. Дживоскриптовая машина, в которой инициализированы эти модули и их API. Нижняя часть – это UI, это визуальное представление компонента. И посерединке находится скрипт разработчика, который подгружается с сервера. Он может использовать API-модулей и может управлять визуальной частью. То есть, соответственно, все приложение пишется на дживоскрипте. Абсолютно. Результат работы таких компонентов можно посмотреть в приложении Bittrex 24. Сейчас практически все, что вы видите в приложении Bittrex 24, наверное, на 40%, это уже новая платформа. Наверное, все пользуются приложением Bittrex 24 вообще? Можете поднять руки, кто пользуется? То есть, видели. Чатом пользуетесь в нашем приложении? Кто-то пользуется. Три человека всего? Да, три человека. Как вы общаетесь? Отлично. Это Максим Мисилов, да? Нет, это не он. Соответственно, вот сейчас мы демонстрируем, я демонстрирую здесь возможности платформы Genetive. Это не браузер, это все нативные элементы, но полностью все это управляется через дживоскрипт. Это реальные примеры, это приложение Bittrex 24. Модули, перечислять сильно я их не буду, то есть, я уже сказал, модули помогают разработчику решать какие-то специфические задачи. То есть, модуль диалогов помогает, допустим, показывать какие-то контролы, выбор значений, дат, фотографий. Модуль REST позволяет делать запросы на сервер, ну, в формате REST. Database позволяет хранить какие-то данные на клиенте. Page Manager позволяет управлять навигацией и так далее, и тому подобное. Все это включается в модуль Genetive. Это была часть клиентская, то есть, то, что вертится внутри приложения. Но чтобы всем этим управлять, нужно сформировать определенный дживоскрипт, его собрать, организовать. И организацией всего этого занимается на сервере модуль Mobile Lab, который есть в Bittrex 24, в коробке и в боссе. Я о нем расскажу. Итак, я начну пошагово рассказывать, как добавить компонент, чтобы он заработал, примерно как в Bittrex 24. И потом покажу пример такого компонента. Будет называться он Contact Share. То есть, вы посмотрите, как это легко. Итак, чтобы ваш компонент был добавлен, нужно сначала зарегистрировать специальное пространство для ваших компонентов Custom Dem. Для этого нужно зарегистрировать обработчик событий onGenComponentWorkspaceGet. В данном случае я использую статический метод класса MyClass. И этот метод просто возвращает папку, где будут лежать ваши компоненты. Все очень просто. Что такое компонент на сервере? Он состоит из минимум, получается, одного файла. В данном случае это компонент JS. Это обязательный файл компонента. В нем исполняется ваш JavaScript. Компонент PHP предназначен для вычисления, выборки из базы данных, ну и любых операций, которые нужно сделать на PHP, завернуть это все в результат и вернуть из этого файла. Этот результат будет доступен для обработки в компонент JS. Debs.php. Этот файл возвращает список зависимостей. При разработке множества компонентов часто возникает задача переиспользовать код. И неудобно его копипастить и неправильно его копипастить. Соответственно, код, который часто используется, контролы, которые пишутся и используются во многих местах, все это выносится в зависимость. Ну и папка Leng. Как вы могли догадаться, это папка языковых файлов в стандартном формате компонентов, вообще как в Bittrex все это происходит. Примерно все это выглядит вот так вживую, если видео пойдет. Но видео не пошло. Структура компонентов расширения. Я упомянул о том, что есть расширение. Расширение еще более простая сущность. Они содержат PHP код. У него есть JS файл, в котором выполняется, используется в API Genative. И также есть файлик, который возвращает Genative в зависимости. То есть, соответственно, сами зависимости у extension может быть зависимость на другие какие-нибудь extension. То есть он примерно как компонент работает. Ну и папка Leng. Здесь тоже должно идти видео, но оно почему-то не пошло. А попробуй, может быть, еще раз назад. И давай, может, включим его. Нет, у нас здесь идет, а здесь нет. Дело в том, что собрали вы, допустим, компоненты, написали много extension, и вам нужно сформировать какой-то единый JavaScript. Естественно, руками вы его собирать не будете. Поэтому были разработаны специальные сущности, специальные классы, которые занимаются этой сборкой. Подобно сборщику, как это делает. Что-то в этом роде. Кстати, хочу оговориться, что писать под платформу можно на чистом JavaScript, и он не будет транспилироваться. Потому что виртуальные машины, которые находятся внутри приложения, они работают нативно с этим кодом. То есть абсолютно. Класс extension, он отвечает за сборку и расширение. Класс компонент, соответственно, отвечает за сборку компонента и отдачу итоговый JS. То есть фактически вы вызываете вот такой код, PHP, подключаете компонент, вызываете метод execute. Метод execute внутри, резоллит все зависимости, сортирует их в нужном порядке, рекурсивно все это пробегает, импортирует языковые файлы и на выходе дает JavaScript. Опять же это можно увидеть. Ребят, презентация зависла. Сейчас, секундочку, переставим. Пока зависла презентация, вот тебе вот вопрос, мы сейчас его выставим, переставим. Тебе один вопрос из приложения. Можно. Можно ли использовать мобильную платформу, о которой ты говоришь, для разработки приложений под битрик в управлении сайта? Можно. Там был один вопрос, я поэтому знаю ответ. Хорошо. И вот еще такой же пример из реальной жизни. Клиент попросил запретить в приложении Bittrex24 доступ ко всему, кроме чатов. Такое реализовать можно у нас сейчас? Можно на коробке. А для облачного приложения, то есть на примере нашего Bittrex24… Нет такой галки, чтобы все включить, вот это выключить. Кастомизировать. Генетив? Я расскажу. У меня пошло видео, это отлично. Я покажу результат сборки компонента, то есть это простой JavaScript код, вот подключился модуль extension DB, потому что я его использовал в зависимостях. Ну, здесь ничего нового, то есть этот код не минифицируется, опять же, не транспилируется, то есть в том виде, в котором вы сейчас его видите, он в таком виде попадает в платформу и исполняется. Итак, демо. Сейчас покажу, как все то, что я сейчас описал, делается по шагам. Ну, то есть, как я говорил, буду делать компонент, который выполняет, казалось бы, бессмысленную задачу. Компонент, который умеет отправлять сотруднику портала контакты из вашей телефонной книги, которую вы выбрали. Ну, вот хотите вы поделиться с ним контактами. То есть мы регистрируем свой workspace, он будет просто называться GN. Создаем эту папку в корне сайта. Сейчас я показываю пример для коробки битрикс24. Создаем в ней папку компонент и в ней папку битрикс. Все, мой namespace готов. Я могу туда складывать свои компоненты. Мой компонент будет называться контакт-шер. Его сейчас там нет, поэтому по урлу, где я отдаю этот контент этого компонента, там, собственно, ничего нет. Поэтому этот компонент нужно создать. Я его заранее написал. Вы увидите, какой он маленький. Но задачу он выполняет верно. Итак, компонент-шер. Там будет два файла. Это компонент. Это, собственно, все. И зависимость. Итак, чтобы этот компонент нам каким-то образом показать в мобильном приложении битрикс24 коробочная версия, у нас вот есть стандартное меню, нам нужно каким-то образом его туда вывести. все это, на самом деле, делается очень просто. Есть специальное событие, которое существует у нас уже, наверное, несколько лет, там лет пять, которое позволяет модифицировать меню битрикс24. Он мобайл меню structure build. Я туда добавляю свой раздел и на он клик запускаю свой компонент. Вот видите, мой раздел появился. Теперь давайте посмотрим, что будет происходить. Итак, код, который добавляет кнопку, я его уделяю на экране, обработчик, открытие списка пользователей портала, открытие контакт-листа и отправка через рест сообщения пользователя. Поделиться контактами. Кнопка появилась. Обратите внимание, что в реальном времени можно все менять. Я поменяю сейчас название кнопки. Перейду в раздел заново и увижу, что все поменялось. Можно поменять цвет, высоту. То есть это не браузер, это нативный элемент. Выставлю в высоту 90. Все заработает. Ну и непосредственно, как он работает. Выбор сотрудника. Выбор контактов. Появилось сообщение. То есть все. То есть этого кода, то есть тут даже на полстраницы получается. Готовый компонент мы уже сделали и выполнили какую-то задачу. Итак, теперь самое главное. Вы как партнеры сможете создавать свои модули и приложения с помощью нашей платформы. Как это все будет происходить? Это будет происходить очень все просто. Мы планируем выпустить Bittrex Gen Framework. Это библиотека для Android и для iOS со специальными шаблонами. Внутри будет все, что я писал. По поводу отладки был вопрос. Когда вы будете собирать свои приложения, вы сможете использовать стандартные отладчики Safari и Chrome. То есть все эти окружения, они стандартно дебажатся через эти инструменты. Как это будет происходить? Распространение фриворка будет в бинарном виде. То есть это не будут исходники, но будет подробная документация по добавлению своих модулей. И документация по уже существующим модулям. Все возможности Bittrex Mobile будут полностью сохранены. Те, кто разрабатывает под эту платформу, могут и дальше это делать. Но еще могут комбинировать это все с компонентами Genative. Можно создавать приложение просто использовать JavaScript без нативного кода. А можно написать свой модуль на Java, Kotlin, Objective-C. Без ограничений добавлять функциональность, аналитику, оплату, плагины, кордовы и прочее. И будет подготовлен специальный модуль, который мы напишем, который позволит использовать ваши Bittrex 24 приложения, которые находятся в Marketplace, для разработки своих приложений. То есть вы будете через REST общаться с какими-то порталами и рисовать свой интерфейс для клиентов. Вы сможете делать свои какие-то отраслевые решения. И мы готовы в ближайшее время когда мы подготовим этот фреймворк скажем так первым 10 партнерам, которые захотят это попробовать, выдать этот фреймворк, документацию и готовы получить фидбэк и посмотреть на первые приложения. Только 10? Скажем так, я сказал. 10 плюс-минус. Кто захочет. Спасибо. Спасибо. Жень, вот вопрос тебе. Изменения производительности какие-то есть по сравнению со старой платформой? Как минимум это уже не браузер, значит, не точно есть. То есть ты не замерял, каких-то у тебя попугаев нет, да? Ну, объективных. Объективных. Ну, конечно, замерять все это сложно, но нативный интерфейс, он сам за себя говорит. Ну, то есть что вы спрашиваете? И так, конечно, есть улучшение производительности. Конечно. Окей. Нет, мы просто так, да. Давайте я после зала. У нас есть еще время. Если кто хочет поспрашивать. А что по поводу выкладки в Store? Этот фреймворк будет выдаваться партнерам для разработки специальной версии. Конечная версия приложения будет, по нашей задумке, со специальной версией фреймворка собираться именно партнером. То есть партнеры. То есть мы эту задачу перекладываем на партнеров. Они смогут собирать сами приложения. То есть будет темплей, то есть все будет на самом деле просто. Они смогут собирать приложения под Android, под iOS и сами выкладывать. Сейчас этим занимаемся мы, но именно потому, что мы этим занимаемся, партнеры не могут доработать эту платформу и сделать все, что хотят. Еще вопросы, пожалуйста. Да, есть. Вижу, да? Роман, маленький вопросик по поводу монетизации. Как это все планируется монетизировать через партнеров? Это будет как дополнительный тарифный план или что-то там. И второе, с облачной версией, я так понимаю, все совместимо полностью, да? Монетизация в плане, как это будет, в плане лицензии, да? Да, лицензия. Ну да, мы предполагаем, что это будет лицензия, то есть выдаваться на какой-то экземпляр приложения конкретный. То есть фреймворки будут специально собираться под какие-то приложения, то есть мы их будем выдавать. И по поводу… Вот я показывал пример с коробкой. Да, я поэтому и спросил. Вы на коробке можете там поправить, свой компонент сделать и все такое. Но вы не можете исходный код, соответственно, на Bittrex24 облако. Поэтому я и в конце сказал, что будет модуль, который позволит автоматически авторизоваться через Bittrex Network, сходить в ваше приложение, которое вы написали, там Marketplace 24, вернуть Access Token, вернуть там Refresh Token и уже REST запросы будут идти, соответственно, от этого приложения с использованием этих Access Token и Refreshся этот токен будет. А это не будет долго? Ну а почему это будет долго? Также работают приложения разные через REST. Хорошо, спасибо. Все понятно. Давайте здесь опросик. Здравствуйте. Ну, во-первых, спасибо за платформу, потому что с предыдущей платформой поработали очень плотно и знаем все ее косяки. И все-таки я перефразирую вопрос по производительности, потому что это очень важно для бизнеса. Стоит ли тратиться миллионами на нативные приложения либо воспользоваться вашей разработкой по отношению производительности вашей платформы к нативным приложениям все-таки насколько вы проигрываете или выигрываете, либо равнозначно. Это очень важно. Скажем так, то есть, естественно, если делать нативно, в любом случае, то есть, как есть прослойка JavaScript, то есть, в любом случае тратится время на подпортирование, там, прокидывание вызовов в натив. В любом случае есть потеря производительности какая-то. Но она незначительная, настолько это делает браузер. Браузер – это, в принципе, там очень туповатый рендеринг, там JavaScript работает абсолютно асинхронно, то есть, там могут быть задержки, и все это работает в VI потоке. А в данном случае полностью производительностью управляем мы. И по нашим ощущениям, то есть, по нашим замерам эмпирическим, скажем так, по отклику и так далее, то есть, это работает действительно быстрее. Но далеко ходить не нужно. Можно посмотреть исследования более серьезных ребят из Facebook, более больших и наученных. У них есть React Native. это примерно такая же технология, мы ее не взяли в силу ее сложности в плане порог вхождения, настройка окружения, и они говорят о том, что какие там замеры производительности. мы своими ребятам доверяем больше. Спасибо. Хорошо. Ну, ваши ребята говорят, что можно в других ребятах спросить. Давай еще вопрос. А вот вы говорите, у React Native высокий порог вхождения, настройка окружения там подобная. А у вас окружение настроить не надо будет? Не надо. То есть, так же, как на предыдущем… Ничего делать не надо. Абсолютно. Ага. То есть, как вот сейчас мы работаем с мобильным битрекс-мобайл для отладки. Через него же будет отваживаться или через новое приложение? На самом деле, тут даже не понадобится приложение. В принципе. То есть, вы будете… Мы вам будем давать фреймворк, вы можете прям это приложение собрать и прям уже практически конечное приложение смотреть. Вы сами будете его собирать. А, ну, то есть, среда для компиляции все равно нужно быть для… Ну, да, но это не настройка окружения. То есть, проект будет дан, какой-нибудь проект под Android, который будет сконфигурированный, собираться с помощью сборщика Gradle вообще ничего не требует. То есть, запускаешь файл, то есть, это видда, то это бат какой-то файл, который сам скачает Gradle, сам все сделает, сам все соберет и на X-коде, то есть, на Mac OS, то есть, будет примерно то же самое. То есть, вам фактически ничего настраивать не нужно. А у вас услуги не будет, чтобы и на iOS, и на Android скомплировать? Вот в этом и смысл. То есть, мы отдаем этот фреймворк разработчикам, чтобы они сами это собирали, чтобы они сами дорабатывали, то есть, эту платформу. Можно маленький вопросик, не видел версии Android и iOS, которые будут поддерживаться при этом? еще раз. Но это будет ариенативное приложение, и вот вопрос, с каких версий Android и с каких версий iOS? Будет поддержка сейчас Android выше шестой версии, и iOS будет выше версии десятой, десять и выше. То есть, на данный момент, пока мы еще рассматриваем, пока мы это поддерживаем. То есть, вот так. Но по iOS это актуальные версии, что одиннадцатая, что двенадцатая, они сейчас практически девяносто девять процентов занимают. По Android, ну, то есть, шестерка, потому что есть определенные сложности. Ваня, у тебя что-нибудь еще есть? Нет, тогда Женя, тебе большое спасибо. Коллеги, у нас мертвы, которым, ispiel, ты, 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 ты,